Здесь, да, у меня, конечно, была прекрасно раскрыта тема, в принципе, из которого мы понимаем, за кем следовать, у кого брать знания. Однако, просто, наверное, не будет как добавление, просто какой-то такой схожий комментарий там. Одна посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, когда битва при Бадре завершилась, мусульмане выиграли эту битву. И был такой поэт, Абу Гурра Аль-Джухми, если не ошибаюсь, этот поэт, который постоянно оскорблял пророка, саллиллаху алейху ассаляма, в Мекке, постоянно поносил его. И так получилось, что после этой битвы среди пленных оказался он тоже. Однако он ищетака, он жаловался пророку, я бедный, я нищий, у меня нет выкупа, отпусти меня, сказал он. Но милосердный пророк, саллиллаху алейху ассаляма, он когда видит жалобу, он его отпускает, но с условием. Больше, чтобы ты не поносил меня и не возвращался к битвам против меня, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма. Не проходит много времени на следующий год, когда уже битва при Ухуде начинается. Точнее, битва при Ухуде завершилась, имеется ввиду, и в этой битве, после этого посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма, опять сподвижники ловят этого человека, ловят этого поэта. Но этот поэт говорит, о, Мухаммад, прости, прости, я больше не сделаю, я больше не скажу за тебя, не буду я подстрекать, я буду молчать, я оставлю это дело. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, сказал, с одной норы мусульманина два раза не укусят. Еще раз повторяю, это знаменитый хадис. С одной норы, братья, два раза мусульманина не укусят, сказал посланник Аллаха, саллиллаху ассаляма. И его казнили, этого человека. Аллаху акбар. Я к чему это говорю? Здесь было сказано, вообще 124 тысячи пророков было. Это же немало. 124 тысяч пророков, 313 посланников. О чем это говорит, мои братья? 124 тысячи раз люди наступали на одни и те же грабли в заблуждении. И 124 тысячи раз Аллах спасал их. Да, психология человека такова. К сожалению, у нас некая, у нас короткая память. Мы сколько раз говорили про разные течения, 90-е годы. Начало двухтысячных. Что творилось в Дагестане? Сегодня эти же люди под другим форматом, под другим фантиком, разными лозунгами. Кур'ан и Сунна, саллиф и так далее. Эти же люди, переобувшие сегодня работают на нашей молодежи. Мы же это говорим. Иногда меня спрашивают, да что они тебе сделали, субханаллах, мне надо сделать или мои религии. Эта религия наша, плод и кровь, я до этого говорю, это рух наш. Я говорю, ко мне домой никто не должен. Да, они, мой кусок хлеба они забрали, но клянусь Аллахом, если они это сделали бы, для меня больше милее было бы, чем они над моей религией сегодня издеваются. Поэтому, братья, мы не должны это забывать. Время от времени надо вспоминать. Величайшие муджахиды жили в Дагестане. Величайшие ученые, которых в Дагестане убивали. Ох, более 50 ученых убили в Дагестане из-за этой фитнес. Неужели мы забыли про это? В Кизляре, большинство убили в Кизляре. Домой заходили люди, делали зикр, стреляли в голову, убивали. Такие случаи были, субханаллах. Неужели мы это забыли, мои братья? Ведь в два раза мусульманина не ужалят. Тогда мы глупые, получается, наивные. Но мы же, посланникам, мы не можем быть такими. Да, мусульманин верит, аль-хамдуллиллах. Мы верим Аллаха, его посланника. У нас есть акида. Но один раз мы наступили на грабли, как покойный муфти говорил. Если мы наступим второй раз, мы можем разбиться и не подняться. Где гарантия, что мы поднимемся? Надо быть осторожными. Эти люди не несут ничего хорошего, братья, после себя оставляя разруху и убийство. Брата убийства, гнев, ненависть. Вот что эти люди оставляют. Меня один раз пишут, вопрос задают. Слушай, я говорю, вот у этих последователей, почитателей Абдуллахаба, какой мазхаб? Я говорю, я затрудняюсь даже я на это ответить. Потому что я не понимаю, чего они придерживаются. И там человек мне задает. Слушай, странно, я одного спрашиваю, какой у тебя мазхаб? Он говорит, ты мой мазхаб даже не слышал. Субханаллах, говорю. Ну вот, в принципе, он тебе и ответил. Мазхаб, который мы не слышали. А один говорит, еще был случай, какая мечета Махачкира работает. Один, захожу в своей мечети, раз уже толпа людей сидит. И один газует полным ходом. И там он за знания говорит, мы гаи следуем тому этому. Я так подсел аккуратненько, ну, без палева, как говорится. Я там имамом был, я так. Представляете, этот человек говорит, я говорю, послушай, вы за кем вообще следуете? Есть имама Шафии, есть там Таби'ины, имам Налави. И он говорит, послушай, это, говорит, это не наш уровень, говорит он. Мы, говорит, получаем знания от третьего неба. Да я в шоке, вот челюсть у меня упала. С какого неба? С третьего неба, говорит, нам внушается знание. Он говорит, клянусь Аллахом, братья, я слышал, этот человек говорит. Валлахи, вабилляхи, я в шоке был. Я чуть не сказал ему, выметайся отсюда. Если бы я не кричал бы, там мы мусульмане, нас выгоняют с мечети. Я вышлюнул бы оттуда, но я не стал это говорить. Говорит, ты аферист, говорю ему, прекращай это дело. Потом у нас долгий разговор был, камад и намаз. Эти люди даже намаз они не сделали, они ушли без намаза. Азан, камад, без намаза ушли эти люди, потому что они считали кафиром нас. А что говорит Абу Шахса, это знаменитое предание. Однажды мы сидели с Абу Гурайрой, говорит он, достоверное предание это. И Абу Гурайрой посмотрел на одного мужчину. Прозвучал Азан. После Азана этот мужчина вышел. Абу Гурайрой до конца смотрел за ним, до конца. И далее он сказал, Аммахада, что касается этого, Асан Абия Аллах, Асан Русуль Аллахи, салли Аллаху алейху ассалям. Он ослушался пророка, салли Аллаху алейху ассалям, сказал он. Потому что он услышал Азан и ушел из мечети. Ибн Хаджер по поводу этого пишет. Почему он так сказал? Он приводит слова Ибн Баддаля, рахима аллахи. И он говорит, потому что этот поступок, поступок по доме шайтану, говорит он, который услышал Азан и выбежал с мечети, они сделали тот день так же. Ну, мы что можем подумать? Мы сказали, альхамдуллах, с одной стороны, шайтаны ушли. Так получается у нас. Поэтому, братья, у нас, как говорится, память не должна быть короткой. И в Аллахе говорю, я подтверждаю, потому что, хоть я сам молодой, и намного опытнее наш старший брат, он это все видел, знает, но я вам скажу, самое такое пекло, в такой момент, я тоже хоть молодой был, но что-то старался делать, как говорится, и мы с ними, как говорится, бахсовали, мы с ними выходили один на один на диспуты, многое чего было в свое время. Но я вам скажу, сегодня это то же самое, но чуть-чуть другой фантик. Более скажу, например, мы сейчас несколько людей, Абдул Халим, пускай буду я там, некоторые ребята сейчас нормально, как говорится, газуем против этой темы. Есть такое, есть. Научно эти люди не тянут с нами. Но я, это будет не скромно, но я скажу все равно. В Аллахе не тянут. Ни один из них научно на диспут не выйдет. Я вам говорю, в Аллахе не выйдет. А теперь что они делают? Разные ролики, психологические вербуют там, всякие несерьезные вещи, детские игры устраивают. Вот это их. А где, где салфы так делали? Покажи, где имам Шафи так делал? Где Абу Ханифа так делал? Где имам Ахмад так делал? Хамбалиты говорят. Хамбалиты где так поступали? Научно, давай, научно, давай, мы готовы. Проблем нет с этим. Но они не выйдут. Проблема в том, что не потянут они, не вывезут они этот базар, так скажем. И они сами это знают. Они знают прекрасно это. Ну, я из-за скромности ничего не скажу, но с Абдул Халимом точно не потянут они. Так скажем. Десять тоже не потянут. Потому что человек знает все изнутри. Аллаху Акбар. Потому что знает все изнутри. А даже я вам больше скажу. Есть у нас братья, которых они даже боятся, даже коснуться. Потому что если он будет говорить, он будет говорить истину. И он будет говорить это прямо. И он будет говорить то, что в них есть. А после этого они уже отмазаться не смогут. Но все равно будем говорить. Мы к этому подсумим потихоньку, иншалу. Поэтому, братья, будьте бдительны. Есть некоторые люди. Ну, люди, которые стоят вам, держат Куран. Шейхи, которые его, этот Куран берут, на свою голову ставят. Вот такие вещи с Кураном делают. Вот так чуть ли туда в пах не пихают. И еще издеваются. Эти люди будут нас учить сегодня этики. Эти люди будут учить сегодня нас, исламу, целый шейх. Сидит в мечети и оскорбляет Куран. Да, он говорит свое дело. Он оскорбляет. Он унижает Куран. Он унижает Куран. Валлахи, ва билахи, унижает. И эти люди будут сегодня нам ислам передать. Валлахи, нет. Так поступали салавы. Нет. Как они брали? Как они изучали? Они брали у ученых. Из уста. Вот так они брали. Да, есть сегодня телефоны, братья. Да, она помогает, поддержка. Но у этого телефона есть один минус. Этот телефон не может дозировать информацию. Это раз. И он думать не умеет. Он дает нам то, что мы набираем. Вот, что у него большой минус. Поэтому знания с телефонов не берутся. Больше скажу. Даже с книг самостоятельно знания не берутся. Имама Шафия назвала таких людей много ошибающихся. И эти люди являются книжниками. Их не ученые тоже книги. А берутся от ученых людей. Элементарный пример возьмите. Вот если же эта книга есть. Вот у Билинского. Вот первый том. Если сейчас эту книгу на русском языке любому из нас прочитать. Это русский язык на русском языке. Я вам скажу. Многие не поймут то, что написано. Им надо будет объяснять. Также есть арабы, которые не знают. Мы когда в Хаджи были один год. Там аят из Сур-Ал-Вақи. Я не помню точно. Этот араб нас спрашивал. Какой манага говорит. Этот араб нас спрашивает. И наши братья привели тавсир из Ибн-Касира. И объяснили, что к чему. Это был араб. Но это, братья, это неудивительно. На русском языке написанная грамотно речью книгу. Мы сегодня тоже многие не поймут сегодня. Это надо объяснить. Потому что много терминов будет там. Незнакомых для нас. Поэтому, братья, мы должны проявить терпение, сабар. Не все те люди, которые призывают Кур'ану, Аллаху Акбар и так далее. Мужик, лев. Какой это тигр, лев там и так далее. Ну, это понятно. Что-то выстрелил, что-то сказал. Но этому ли нас учили ученые Ахлю Су-Наваль-Джама'а? Это ли они нам оставили? Нет, конечно. Конечно, величайший ученый, та же, возьмите покойного, рахима Аллах, Аль-Бутый. Человек, который всю жизнь занимался наукой ислам. Хоть раз, вот в его лекциях мы слышали такое? Какое-то выскакивание, выскочило. Это не было. Не практикуется это среди ученых Ахлю Суна, больших ученых. Да, молодежь, да, кричит Аллаху Акбар. Но это надо смотреть, кто эти люди, к чему они призывают, зачем, за кем они следуют. Это явная сторона. Но, к большому сожалению, есть люди, которые хуже этих людей тоже. Хуже в каком плане? Хуже в плане опасности. Это люди неопределившиеся, так скажем. Есть люди, которые, вроде бы они в наших родах, непонятные, какие-то жужжарики, да, вот. Ты не понимаешь, чего он хочет. Я говорю, и того слушаю, и этого слушаю. Можешь ли ты анализировать этот вопрос? Нет, не может. Есть у тебя знания? Нет у тебя знаний. Но он придет к тебе и скажет, ну, ты понимаешь, брат, я этих и этих слушаю. Я там анализ беру. С этого все и начинается, по идее. Нету, братя, нейтральных, я что хочу сказать. Брать, нейтральных нету, не бывает. Есть заблуждение, есть истина. Нет, братья, не дадут соврать. Нету нейтралитета здесь не бывает. Человек, который вам говорит нейтральный, скорее всего, от вас он скрывает что-то. Значит, там, в другом месте он не скажет так. Но тебе он так скажет, потому что ты, перед тобой он не хочет сказать, что я твой оппонент. Он не скажет. Он скажет, я нейтральный, брат. Значит, он что-то скрывает. Нейтральности не бывает в этом вопросе, мои братья. Запомните это. К чему я это еще говорю? Вот сейчас был недавно ролик. Есть такой персонаж. С хаса-юртовского джамаата. С банд подполья, скажем так. Который постоянно что-то комментирует. По-моему, этому человеку лишь бы что-то комментировать. Я не буду говорить его имя тоже. Но частенько там, тут он выскакивает. Были некоторые выпады были в адрес нашего старшего брата тоже. У него бывает, ну, наверное, человек может... Я ничего не скажу насчет его психики. Но человек все комментирует. И он там говорит... Вот недавно было Сираджудина выступление насчет Тасауфа. Он говорит, намаз не считается без Тасауфа и так далее. Там конкретная интерпретация слова идет. Есть люди. Этот человек комментирует это видео. Братья. Валлахи, братья. Как эти люди приносят нам вред, не приносит никто. Рот свой закрыл бы, он был бы лучше для него. Рот закрыл бы, было бы лучше для него. Чем эти люди фитнес сейчас больше не делают. Эти люди на два фронта играют. Эти люди объединились против истины сегодня. Они нам улыбаются и говорят, как будто мы ашаира, мы ахлю сунна. Эти люди, которые, как говорится, там, тут. Но я не буду говорить против кого. Против наших братьев. Они прямо работают, чтобы знали. Сейчас я это не скажу. Имена тоже знаю я. Я знаю, с кем они водятся, тоже знаю. Какую интригу идут, тоже знаю. Говорить не стану. Но поверьте на слово. Лучше бы этот человек рот закрыл бы свой. Или же хотя бы сказал бы тому брату. Брат, ты вот так выразился. Объясни, пожалуйста, это было бы лучше для него. И вот таких, вот таких много. Про кого мы можем говорить. Поэтому пусть он нас убережет от таких фитначей. Дай Аллах нам от тавфик, братья, видит истину, иншаллах. Здесь было очень много сказано. Альхамдуллях. Я надеюсь, что то, что я сказал, будет некой вишенькой. Но в основном то, что было, в принципе, можно сказать, с моих уст и сердца вырезано было здесь сказано. Альхамдуллях. Было это сказано в лучшем виде. Альхамдуллях. И дай Аллах нам тавфик, братья, различать, следовать тому, что мы говорили. Как говорится, иртихадам. Аллаху аквар. Баракова фикум. Ассаламу алейкум в нахтулах и баракату.